Моргаушский район с рабочим визитом посетил накануне временно исполняющий обязанности главы Чувашия Михаил Игнатьев. Первым делом руководитель региона проинспектировал работу Коршлыхского дома-интерната для ветеранов войны и труда. Осмотрел помещение, пообщался с сотрудниками и пожилыми людьми. Нарекания учреждения не вызвало, однако. Последние события в Московской области, где в нелегальном доме престарелых стариков морили голодом, показали. Эта сфера должна быть в зоне постоянного внимания. На одного человека, который здесь находится, в год вам сколько уходится по бюджету? Считали? На год содержания одного человека? 18 тысяч в месяц. Это 200 тысяч. 200 тысяч. Примерно правильно считаете. То есть государство на эти шаги идет. Наша задача, задача сотрудников, по крайней мере, чтобы они как у себя жили в единой семье. Мире и согласие, в любви, чтобы у них не было дискомфорта. С этой же целью проинспектировать работу Михаил Игнатьев отправился в Юськосинский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Условиями проживания и медицинским блоком в Рио-Главы Чуваши остался доволен. Похвалил благоустройство территории и отметил, в скором времени у опекаемых, которые передвигаются на колясках, будет возможность гулять почаще. Лифты устанавливаем. Где три этажа, где два этажа. И у вас проблем не будет. Хорошие, неудобные лифты. Сейчас такое время, про которое аграрии говорят. День, год кормит. Сельскохозяйственный кооператив «Ударник» специализируется на картофельном семеноводстве. Дела в последнее время шли неважно. В ноябре прошлого года кооператив признали банкротом. До ноября 2015-го назначили управляющего. Исполнительный директор отчитался. Уборка идет полным ходом. Михаил Игнатьев отметил, несмотря на трудное финансовое положение, перспективы у «Ударника» есть. Кроме профильной культуры, кооператив выращивает зерновые и зернобобовые. На данное время намолочено уже более тысячи тонн зерна. Ольга Пырычкина, Анастасия Лангина, Александр Петров. Республика.